Сейчас купить джинсы можно практически в каждом магазине. То ли дело 50 лет назад. Голубой дыни привозили из-за границы, хвастались всем друзьям и соседям и берегли, как заморское сокровище. Художник Виктор Хмелек создал фотовыставку «Высокие джинсовые материи. А горячо любимые эпохи» в залах арт-этажа. Однажды мы с товарищем залезли в гараж на Второй речке. Там стояли ГАЗ-66, такие гигантские машины с тентами, прорезиненной ткани, тентовая. Они были такие тяжелые, ну, это был тент. Мы его украли. Это был где-то год 1976, наверное. И с этой ткани мы с плоскогубцами и гвоздями там протыкали дырки и делали себе джинсы. Они были тяжелые, как колокола, такие траузера. Вот это мои были такие тоже джинсы самодельные. Джинсовый культ объяснялся не столько модой, сколько тягой молодежи к свободе и миру. Время рок-н-ролла и эстетика хиппи, Джон Леннон и Пинг Флойд. Отсылки к американским грузчикам, для которых джинса была рабочей одеждой, никого не волновало. Ведь в джинсах ходили звезды, кумиры поколения. Это такая общая культура, сумасшедшая, мировая. Когда это, значит, рок, джинсы, волосы, хиппи, любовь. В общем, все вот это вот. Это безгранично было. Это было вообще через все континенты. И, значит, странно. На фотографиях виниловые пластинки, обшитые джинсой, друзья и родные художника, словно с плакатов старых американских журналов, коллажи с символами 70-х и даже космонавт, конечно же, джинсовый. Что касается этой композиции, мне очень кажется о гармоничном сочетании джинсы с деревом, пожившим старым деревом. Ну вот мне захотелось сделать вот такую вот бутылочку. На свой проект художник собирал материалы по всем знакомым. Для съемок везли джинсы килограммами. В ход пошли и архивные дневники с рисованными пластинками Александра Городнева. Искусство, культура, наука, она вообще вне границ, вне времени. Она во времени, конечно, но она, в общем-то, вне какой-то диктатуры. Джинсы стали своеобразным проводником, культурным кодом. Как и сегодня на выставке Виктора Хмелика, тогда понять друг друга можно было без слов. Такая рок-н-ролльная выставка просто не могла обойтись без интересных деталей. Например, деревенскому поэту с тяжелым прошлым собирают деньги на мобильник. Вот в такую копилку. Одна из цитат на фотографиях Хмелика принадлежит другому художнику и музыканту Сергею Патлаху. Джинсы. В 70-е годы в СССР лично для меня это было то, что заставляло сердцем леть, а воображение работать. Изумительного, непередаваемого словами цвета. В мелкую полоску джинсовая ткань. Упоительно-желтая прострочка, фирменный узор на заднем кармане штанов или на нагрудном у куртки, потертость на бедрах, а также Джон Леннон, обложка альбома «Блюз» польской группы «Брейкаут». Это был чистый кайф с ароматом свободы и ощущения полета. Увидеть высокие джинсовые материи может каждый до 25 августа. Вход свободный при желании в джинсах. Ольга Продан, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом.